В этом видео я хочу сделать обзор книжки про космос, которая называется «Большая энциклопедия Вселенной». В этой книжке есть 8 разделов. Про Землю, про Луну, про Солнечную систему, про звезды, про галактики, про Вселенную в целом, про инструменты наблюдения и про полеты в космос. В книжке есть очень много ответов на разные вопросы о космосе. Например, почему Земля круглая, или почему она вращается, почему считали, что Земля полоская, почему существуют созвездия и так далее. Тут, например, такая страница, где нарисована такая карта созвездий. Тут есть звезды и созвездия по номерам. Тут про Аферейна. Начинаем эту про Луну. Тут соотношение размеров Луны и Земли. Фазы Луны. Про то, как летают Луну. Про Солнечную систему. Тут как устроена Солнечная система. Про каменные планеты и ледяные гиганты. Про малые тела. Вот тут соотношение размеров Земли и Солнца. Вот здесь Солнце, а вот там, вот эта точка, это Земля. Вот так, возможно, будет выглядеть Солнце, когда Земли превращается в белого картика. Тут больше про Солнце написано. Про другие звезды. Как выбирались названия звезд. Карта звезд. По температуре и абсолютные звездные величины. Про галактики. Туманности. Галактики самой странной формы. Черные дыры. Эволюция Вселенной. Почему ученые считают, что... Некоторые ученые считают, что Вселенная имеет больше трех измерений. Про то, какие есть телескопы. Почему некоторые телескопы способны различать более мелкие детали. Про телескопы. Про телескопы в космосе. Про посадки на другие планеты. Полеты космоса. Про проекты освоения космоса. О том, как ищут внедемную жизнь. И про то, какая она может быть. Эта книжка очень простая. Ее можно читать с шести лет. И она очень интересная. Она понравилась мне тем, что там очень много понятно. Вопросы на много... Ответы на много вопросов. И понятная картинка.